Горожане рискуют остаться без воды. В летнее время количество потребляемой воды увеличилось. Только вот рассчитываться за нее люди не торопятся. Долг горожан за воду уже составил 129 миллионов гривен. Люди не спешат оплачивать счета, накапливая долги сразу за несколько месяцев. Ситуация может выйти из-под контроля, утверждают на предприятии. Ведь у водоканала может не хватить средств на закупку реагентов и расчет за электроэнергию. У нас на сегодняшний день сборы по некоторым районам города менее 40%. Наибольшая недоплата составляет по Киевскому району и Суворовскому. Там оплата составляет порядка 38%. Некоторые абоненты, которые попадают еще и в разряд субсидий, они тоже относятся к части вот этих неплательщиков от двух до шести месяцев. Это очень значительная часть денег, которые к нам не доходят в регулярном режиме. И для абонентов, получающих субсидии, обращаю внимание, что неоплата в течение двух месяцев может вызвать фактический отзыв у них субсидии. Между бюджетом и инфоксводоканалом по субсидиям зависло более 8 миллионов гривен. Даже если ваш регулярный платеж составляет всего 30 гривен, его также нужно оплачивать регулярно, до 20 числа ежемесячно. Без комиссии это можно сделать в приват и Ощадбанках. При неоплате до 20 числа месяца у нас формируется реестр должников. То есть, те люди, которым было начислено за май и они не рассчитались по 20 число месяца, они попадают как должники. Еженедельно отключаются до 80-100 с чем-то должников. Работа с ценными должниками тоже проводится очень жестко. На сегодняшний день, еще раз обращаю внимание, что у нас при помощи наших служб и горводопровод, и горканализации, служб контроля, тот же самый КРОТ, мы практически на порядок увеличили работу с дебиторами. Не доводите, пожалуйста, до критической ситуации. Сделайте свою жизнь комфортной. Для работы с должниками увеличили количество бригад КРОТа и дебиторских групп. Растампонировка канализации возможна только при стопроцентном погашении долга и компенсации сопутствующих затрат. Если все же долг накопился и рассчитаться нет возможности, то в Инфоксводоканале предлагают заключить договор рассрочки.